Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 25 апреля началось самое интересное. Ранняя высадка томатов в открытый грунт для выращивания в тоннелях, под укрытием, под пленкой. Это те томаты, которые не в теплице и не совсем на улице, а вот среднее промежуточное звено. У кого нет теплиц, те обычно высаживают в нашем регионе, в Сибирском, в средине мая. Объясню, почему я так рано в этом году начала. Потому что, кто смотрел все мои видео предыдущие, из-за аномальной жары, из-за оптимистических прогнозов на ближайшие и 2, и 3 недели. Это плюс ночью, плюс днем, естественно. Я сниму это видео очень-очень подробно, все пошагово, все мелочи, которые я буду делать, я сниму. Но сразу скажу, что для опытных огородников ничего нового здесь не увидите. Потому что некоторые пишут, ну ничего нового, опять то же самое. Так а у нас эти циклы повторяются ежегодно. И в том году то же самое, и в этом году то же самое. Но вы не будьте такими эгоистами, вы понимаете, что некоторые люди приходят впервые в огород. Вот, например, он в прошлом году простую технологию освоил, просто выращивание томатов. А в этом году хочет высадить пораньше, вот под укрытие, в тоннельчик какой-то, как еще некоторые называют, балаганы. Но не знает, с чего начать, за что хвататься, когда, как приступать. И вот это видео очень длинное будет, очень подробное, со всеми, со всеми. Я вот пометила, сейчас расскажу, какой будет план. Во-первых, сначала разметка, расскажу, зачем делаю и как. Потом, ну вот копка земли. Потом буду намечать лунки, покажу этот период отдельно. Потом буду рассортировать, расставлять рассаду по лункам. Потом буду высаживать, посадка сегодня сухая, то есть сначала посадка, а потом уже полив. Полив из шланга и потом укрытие, дуги, вот эти все каркасы, пленки, все буду рассказывать. Что-то буду показывать прям подробно, что-то просто скажу словами, если вот простые какие-то действия. Но начать, конечно, нужно с температурного режима. Вот мне температурный режим мой, в моем данном регионе, вот в данном моем районе, позволил начать это высаживать очень-очень рано. Обычно для себя мы высаживаем в средине мая, но так как у меня есть опыт очень ранней высадки, многие знают, что я многие годы выращивала рассаду на продажу в тоннелях. И вот в тоннелях я начинала высаживать во второй половине апреля с 15 по 25. Когда удавалось теплое окно, 15, когда не удавалось, 25. Вот сейчас как раз 25 апреля, когда можно высаживать и в тоннели рассаду на доращивание массово, и для себя. Я буду рассказывать, как я высаживаю для себя, но тут же в каждом шаге буду говорить, что бы я сделала, если бы я высаживала рассаду на продажу массово, в большом количестве, потому что эта тема тоже многих интересует. Так что будем параллельно ознакомиться с двумя методами. И для себя на постоянное место, и на временное доращивание на месяц. То есть в конце мая ее можно будет уже изымать и продавать. Я сразу начну с расположения грядки. Когда я выращивала массовую для продажи в тоннелях, я вот этот отступ делала больше. Знаете почему? Потому что обычно было это раньше, когда 17-го, когда 18-го апреля. И не было такой теплой погоды, и мне нужно было выставлять двойные дуги и укрытия. Так что вы имейте в виду, если у вас еще холодно, если у вас еще ожидаются точно заморозки, вам нужно вот эту вот грядку отодвигать дальше, чтобы здесь можно было поставить одни дуги и потом вторые дуги. И между ними образовалась бы вот эта воздушная подушка. Так как у меня погода хорошая, я возможно даже вообще не буду укрывать, первые дни точно. А если и буду укрывать, то у меня будут дуги одни. Я дорожку оставила бы небольшую. Но у меня нет выбора. Почему я сделала именно вот так вот? Потому что у меня уже здесь будут они на постоянке, и тут для них уже установлен капельный полив. Так что у меня нет выбора. У меня где в прошлом году была грядка с этими томатами, тут и в этом году будет. Только потому, что у меня вот эти вот, у меня тут прямо от водопровода, видите, я летом включаю водопровод, и пошел капельный полив. Так что я привязана крепко, конкретно, теперь навсегда, вот именно на это расположение грядки. Вот первая разметка, сейчас я вам покажу. Так как у меня здесь, вот здесь будет ряд лунок, и вот здесь будет ряд лунок, ясно, что я отступаю отсюда, сколько мне нужно, и отсюда, сколько мне нужно. Выставляю колышек, разметку делаю обязательно, вот эти нитки протягиваю. Для чего делаю разметку, сейчас скажу. Разметка, во-первых, я делаю всегда, не только там, где у меня будут укрытия, но и на всех остальных у меня будет разметка. Просто для эстетического наслаждения. Когда грядки ровно, летом выйдешь, вот так вот посмотришь, ровные, прям как стрела, вот эти дорожки, по краям ровные ряды томатов, увешанные плодами. Это загляденье, это знаете, как такая медитация, ну где-то читала у кого-то из классиков, что нет ничего прекраснее, как это, как-то красиво возделанные земельные участки, что ли, вот что-то такое. Я с этим согласна и понимаю все. Сейчас я вам покажу, как я делаю разметку. А, и вторая причина, практическая, вот этой разметки. Когда грядки ровные, когда я делаю разметку, и потом я ставлю дуги по ним же, ну как, отступаю немножко и по ним же ставлю, тогда легче потом укрывать. Вот этот тоннель, так вот, будет он ровный. И эта пленку, когда натягиваешь, она прям натягивается без всяких, без морщин, без вмятин. А когда грядка вот такая, вот, кричит в кость, ее очень сложно натянуть пленку, очень сложно все это, она как гармошит, морщинит. Вот, короче, про разметку я сказала. Сейчас буду делать разметку, буду копать, буду намечать лунки, все это буду вам показывать. И вторую, вот это расстояние я промеряю. Я уже говорила, что сначала хотела высадить в первую очередь крупноплодные, высокорослые такие, индотерминатные. Но для этого мне нужна была высокая теплица, я вот заказала чудо-теплицу в агрономе. Но из-за вот этого, из-за карантинных мер, мне ее все еще не привезли, сказали в понедельник привезут. И я решила, чтобы не терять время, вот это теплое окно, чтобы не упускать, высадить одну грядку моих привычных, вот этих толстоногих, неприхотливых. Сюда опять пойдут и Демидов, и Настенька, и вся эта ихняя компания. Но как только теплицу привезут, высокую, но там тоже не теплица, там балаган, как тряпочкой прикрыта. И я тогда начну высаживать высокорослые, тоже в ранние сроки. Хочу попробовать, можно ли так же, как эти, высадить вот те сорта, которые считаются культурными, элитными, крупноплодными. Когда я натянула, вот про разметку, когда натянула вторую веревку, я обязательно палочкой помидорной проверяю расстояние в начале, в середине и в конце. Мне важно, чтобы ширина была везде одинаковая. Так, вот я замерила. Все прекрасно, грядка ровненькая, можно копать. Я на это, на разметку, на замерение, я трачу много своего времени. Если вам не хочется этого делать, можно обойтись и без этого. Но я вот так привыкла, я так делаю всегда. Так как я сегодня одна, процесс идет не очень быстро. Но я вот хочу еще один нюанс вам при перекопке. Вот сейчас я копаю, копаю на один ряд, потому что у меня почва такая, ну, рыхлая. Ну, вот эти вот веревочки я копаю с отступом немножко, потому что веревка, это будет край грядки. А нужно еще немножко разрыхлить почву из-за этого. Я потом здесь, конечно, немножко притопчу. Ну, чтобы была рыхлая, немножко даже за пределами вот этой веревки. Я копаю на один раз, но как можно чаще стараюсь втыкать, чтобы комочки были небольшие. Потом при посадке я их руками разрыхлю. Вот так сейчас на раз все прокопаю и начну разравнивать грядку и делать лунки. Копается быстро очень. Вчера не стала копать из-за сильной жары. Если бы здоровье позволяло, я бы выкопала. Но астматикам в такую духоту сложно. Я начинаю задыхаться. Поэтому я решила подождать более комфортной температуры. Потому что растения растениями. Но себя тоже убивать в огороде не стоит. Если вы не уверены, что высадите сегодня всю грядку, до конца ее не вскапывайте. Я вот скопала вот так вот половину. Все остановилось. Почему? Потому что почва очень быстро высыхает. Мы теряем вот эту драгоценную влагу. И так уже, видите, суховато. Еще вот эти суховеи. Если я вскопаю сегодня грядку, но мне не хватит сил всю ее высадить, обслужить всю, тогда вот вторая половина так высохнет, что завтра и лунки будет сложно делать. Короче, я делаю так. Половину вскопала. Сейчас разровняю. Лунки наделаю. Высажу, полью. Если не изменится погода, если мне хватит сил, я продолжу дальше. Если что-то случится, форс-мажор, ну вдруг дождь пойдет или что, я убегу, тогда вторую половину я лучше высажу завтра. Хочу напомнить температурные режимы. У меня сейчас температура 22 градуса. Почву я смерила 14 градусов. Вот это идеальные условия для высадки. Но завтра уже у меня будет 17 на улице. А ночью... А, сегодня ночь. В ночь я их оставляю открытыми. Не буду. Ночью 10 градусов. Это все нормально. Завтра днем 17. Это опять нормально. И завтра будет дождь, поэтому я сегодня уже знаю, что не буду их закрывать. Я хочу, чтобы завтрашний дождь намочил их. И, возможно, в ночь я их накину тогда пленкой. Потому что завтрашняя ночь будет 7 градусов. Во-первых, под пленкой им там будет теплее. И вот эта влага, которая дождь завтрашний даст, если оправдается прогноз, она немножко под пленкой сохранится. Без пленки, вы видите, у нас все трепыхается. Без пленки очень быстро высыхает все. У нас вся земля уже сухая-присухая. Все, продолжаем. Вот сейчас я выкопала. Сейчас возьму мерную линеечку. И буду шаг за шагом намечать свои луночки. Луночки намечаю так, чтобы потом прям по центру этих луночек проходила вот эта лента капельного полива. Все, продолжаю работать. Следующий этап самый трудоемкий. Я руками все-все комочки, одевая перчатки, все комочки разминаю и разравниваю поверхность грядки, чтобы она была ровной, однородной. Разминать комочки лучше сразу, после вскапывания, потому что пока грунт влажный, они все мягкие и все хорошо. Хорошо, завтра, вот день пройдет, завтра попробуйте, он уже подсохнет разминать. И он и перегной, и наш местный грунт, он не дастся, они будут как камень, особенно верхний. Поэтому я все разминаю, разравниваю. Если нужно, вот этой вот штучкой, если какой-то, например, комок плохо разминается, я его вот так поклюю и все. После этого беру свою мерную линейку и начинаю размечать грядки. Причем вот эти ограничители до самого конца не убираю, чтобы мне самой нечаянно не вылезти за периметр грядки, чтобы не испортить вот этот вот рядок. Потому что бывает, делаешь, делаешь, незаметно, и поехала уже в другую сторону. Так как здесь я буду высаживать только детерминатные штамбовые сорта, низкорослые, которые сам производитель не только разрешает, но и рекомендует высаживать загущенно. Указано от 4 до 6 растений на метр. Они позволяют себя так выращивать. Поэтому вот эти лунки я делаю шаг 30 сантиметров от центра до центра. То есть вот от одного растения до другого растения 30 сантиметров. Прикладываю полоска, прикладываю полоска. Я вот сейчас начала, так я дальше пойду, 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 пойду. Потом в этой лунке будет, сейчас перейду туда, в каждой лунке будет по 2 сеянца. И так как вот у меня тут, я не могу ни вправо, ни влево съехать, есть вот этот ограничитель в виде капельного полива. Там, где идет капельный полив, примерно будет центр. Значит, одно растение я буду сюда высаживать, другое вот сюда. А в этом месте между ними мне еще нужно разместить колышек. Но колышек я сразу размещать не буду. Но я, предполагая, что его потом куда-то мне придется засунуть, я делаю так, что... Ну и так в прошлом году делала. На этом расстоянии между растениями должен и лента капельного полива вместиться, и колышек вместиться. Примерно расстояние, сейчас скажу какое, я всегда говорила, я делаю вот расстояние руки. Сейчас я вам скажу по сантиметрам. 15 сантиметров между каждым сеянцем. Ну все это, конечно, примерно. Где-то 15, где-то может воткну 18, где-то будет 13-14. Ясно, что когда уже высаживаешь до миллиметра, уже не намеряешь. Вот сейчас я ломки сделаю на том именно пространстве, которое я уже подготовила поверхность. Сначала я их высажу, полью, потом буду продолжать дальше продвигаться. Пока все, дальше работаем. Если говорить по сортам, то я уже упоминала, что здесь будут у меня низкорослые, детерминатные, которые невысокие и толстоногие. Но вообще эта грядка будет сумасбродная. Здесь я их не подбираю по каким-то там... Короче, здесь я буду высаживать то, что выбросить жалко. Осталось от высадки в теплицу. И выбросить жалко, и девать вроде некуда. Вот здесь будет клуша, остаток. Тут не какие-то там специально выращиваемые для этого срока. Я же не собиралась так рано высаживать. Вообще у меня Демидов и Настенька для открытого грунта. Они более маленькие, стоят там. Я буду делать грядку им специальную. А это вот те остаточки. Вот смотрите, тут остатки какие. Вот, например, Настя. Остался один 500-граммовый стакан, который я расфасовала на запас. И остались несколько стаканов, которые я даже не стала перевалку делать в 500-граммовые стаканы, потому что они были лишние. Вот они так стояли, мучились. Здесь у них уже стаканы полностью, только одна корневая система. Ну, тоже они чего-то ждали. Может, их пожалеют и высадят. Вот дождались. Потом такой же Демидов, который остался лишний. Я даже не стала его переваливать в большие стаканы. Вот сейчас вываливаю одни корни, больше ничего. Но тут же присоседится еще и Бетта, вот которая лже-Бетта, которая не соответствует сортовым характеристикам. Не похожа она на штамбовый, компактный, низкорослый. Но мне ее жалко. Она уже вот зацвела. Я пока еще не знала, как она себя будет вести, что это лже-Бетта. Я ее, конечно, перевалила в большой стакан, но потом, когда увидела, что это не то, я ее как забросила, она стояла. Видите, она, все стволики покрылись вот такими пупырышками, этими воздушные корни хочет образовать. И мне ее так жалко. Она и воздушными корнями за жизнь цепляется. И цветы уже мне показала, что хозяйка, не выбрасывай меня. У меня уже вот-вот на подходе урожай. Вот-вот-вот. Ну и я ее пожалела. Раз вот-вот-вот сюда же. По такому же принципу здесь будет чудо лентяя, который тоже... Где же он у меня? А, ну еще не принесла. Который вырос в огромные вот такие кусты. Тоже не похож на описание сорта. Но здоровящий. Ну вот с этими с пупырышками на стебельках. Уже с цветочными, с бутонами. Короче, все, которые я забраковала в теплицу, не стала высаживать. Высажу сюда. И тут будет как у нас интернационал. Всякие разные. Я не уверена, что вот это у меня будет низкорослая детерминатная бета. Потому что она уже всех высокорослых перегнала. Видите, она уже и упала. Там в углу у меня валялась. Но я ее опять откопала, от пыли отряхнула. Сейчас буду высаживать. Когда... Сейчас немножко высажу, а потом покажу сам принцип высаживания. Чуть не остались без окончания видео. Хотела снять, как я закапываю. Но что-то камера ерундит. Не хочет снимать. Я сейчас быстро расскажу, пока она совсем не эта. Вот смотрите, если говорить о самой процедуре посадки, то, как я говорила, в ранние сроки я всегда использую сухой метод. Летом мы делаем так. Вот когда в июне высаживаем, мы сначала лунку сильно-сильно увлажняем, прям вот до жидкого. Потом уже туда, прям рукой, или в перчатке, или так, заталкиваем эти томаты. И все. И сверху еще поливаем. Весной в холодной воде возиться не хочется. Я сейчас, если смогу, одной рукой покажу. Я для каждой вот такой вот помидорки делаю вот такое углубление. Конусом тут работать невозможно, потому что грунт сухой, обсыпается. Я вот перчатки одеваю, прям рукой раз, и помидорку туда высаживаю. Помидорку высаживаю, засыпаю, и сверху очень-очень сильно поливаю. Видите, вот эти лунки уже политые. И еще, так как эта рассада у меня вся старая, и видите, она уже вся вот в этих пупырышках, нужно ей еще дополнительную корневую систему. Поэтому я нижние два, ну где один, где два листика, видите, убираю. И вот так вот заглубляю, стараясь все эти шишечки в землю заглубить. Сейчас будет тепло, она нарастит дополнительную корневую систему. Но если кто-то говорит, что это тормозит, ну и пусть 5-6 дней она будет в тормозе стоять, зато потом корневая система будет прекрасная. Тут и так у них корнища вот какие. Вот, короче, все. Сейчас я полью. Я вот эту половину грядки, которую выкопала, я успела посадить, полить, все. Я так оставляю их сегодня на ночь. Конечно, грядка получилась всякая разномастная. Но и хорошо, что я ту половину не стала копать, потому что там, где вчера показывали, как лопата работает, скопали, все высохло. Надо смачивать уже. Все, я сейчас ухожу, потому что у нас полива очень много. Я сегодня одна. Я сейчас начну поливать. В стаканчиках очень сильно пересыхает. Начну поливать, а завтра я докончу эту грядку. И тут нечего уже даже добавлять. Если, например, погода холодная, я бы сразу выставила вот эти вот... Если, короче, погода холодная, то грядку я готовила бы заранее, чтобы мне не копать, не размечать, ничего. Я бы, например, сегодня всю приготовила грядку заранее, если бы было холодно, пасмурно, например, дождливо. Потом в следующий день я засадила бы и сразу закрыла. Так как мне нужно нет закрывать, я растягиваю на один день, на два, может быть, даже на три. Завтра или послезавтра, когда нужда настанет, я дуги воткну, вот так, сверху брошу пленку поребриками бетонными. Я уже показывала, какие, где они у меня, вот они. Вот такими бетонными поребриками прижму. Я тут вот уже приготовила, дуги наложила рядом. Но, скорее всего, так как эти собрались все здесь выносливые, такие сорта неприхотливые. Скорее всего, я даже и закрывать их не буду. Все. Вот на этом посадка моя закончилась. К сожалению, не смогла. Вот штатив выставила, хотела со штатива показать, как я закапываю. Не смогла. Ну, не работает и все. Что ты будешь делать? Хоть так закончила. Ничего сложного, конечно, в этой высадке нет, но я хочу добавить, что и ширина грядки, и вот эти вот расстояния между лунками зависят полностью от сортов. Потому что дальше у меня здесь будут гряды. Сейчас продвинемся. Как и в прошлом году. Какие-то грядки будут шире, какие-то уже. Тут есть одна грядка, вот видите, вообще одна. Вот это будет одна лента капельного полива. И здесь они идут самые крупные такие, крупноплодные. Здесь они у меня я высаживаю в один ряд. А здесь, смотрите, вот эта грядка широченная. Намного шире, чем ту, которую я делала. Тут я подбираю именно такие, ну, не штамбовые, не детерминатные, а именно вот такие крупноплодные, массивные томаты. Так что у каждого будет и ширина грядки. Вы должны сразу задумываться, какие у вас здесь будут томаты. Это у меня вот здесь вот коротышки. А если, например, вы высаживаете полноценные, с крупными плодами, и грядочка будет пошире, и расстояние вот эти вот между лунками можно делать тоже соответственно каждому сорту. Все, до свидания. Если у кого-то будут еще какие-то вопросы, вы, конечно, в комментариях, конечно, все это напишите. Я буду отвечать по мере. Дальше буду завтра вот высаживать, и отвечу на те вопросы, которые придут сегодня. Все, до свидания. Пошла поливать. Это еще полдня. Вот на эту грядку, знаете, у меня сколько ушло? Почти 5 часов. Я с 9 утра, я начала, пока размерила, пока выкопала, пока нашла среди всех этих теплиц вот эти остатки, которые у меня там в углу стояли, там в углу стояли, пока их скомплектовала, пока в тетрадку все переписала, пока посадила, пока шланг сюда вывела, полила. Но еще, естественно, нужно же все это снять каждый раз, поставить туда штатив, поставить туда штатив, все рассказать. Вот 5 часов работы. Теперь сейчас пойду еще буду монтировать. И после этого выложу, и вы вечером сможете посмотреть это видео. И очень жаль, что после таких трудов иногда читаешь, как долго и нудно много воды. Я в шоке после этого. Просто люди не задумываются, каким трудом достается каждый видеоролик. Ну ладно, до свидания.